я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть фермер симулятор 19 сегодня будем покупать коров вот но вначале соберем еще немножко травы помните прошлой части накосили и я даже думал что у нас будет меньше оказывается не все так плохо уже почти тонна и тут той травы вроде бы и смотреть не ни на что почти тонна травы неимоверно конечно на 3-4 коровы нам не хватит это понятное дело но по крайней мере на одну должно хватить вот а если бы еще взять грабли я бы в аренду да то можно было бы наверное еще собрать несколько сот килограмм потому что она тут разбросана и возможно где-то там ты не увидел когда собирал в общем неплохо можно было бы это сделать но очень дорого как по мне уж тогда проще просто соломы вернее сена купить забросить да и пускай жуются вот вы скажете какое сено 2 сна же на улице до травки нужно давать свежую траву коровом вот и я с вами соглашусь под потому-то и не покупаю так хорошо погнали заберем еще то на 200 погнали на свиноферму заберем ее и на счет свинофермы вот помните я вас спрашивал может быть ее стоит продать и сосредоточиться уже на коровах и на полях вот ну а потом если вдруг нам этого покажется мало и денег будет много и времени свободного тоже куча то можно будет и приобрести но пока что я не уверен на сто процентов поэтому пускай пока постоит так вот там решим продавать не продавать продать всегда успеем правильно тем более в таком тихом месте стоит на джибе никому не мешает трава тут поле только вот вернее лук вот-вот вроде бы как создали это нужно если бы мы продавали то нужно было бы это раньше сделать но как известно что знал бы где упадешь соломку бы подстилил так и здесь ты никогда не знаешь планы всегда меняются что-то может пойти не так не туда где-то какие-то новые появится возможности поэтому запланировать сто процентов практически нереально так ну и того у нас 1 и 8 да тут вот еще немножко почти две тонны ну что я вам могу сказать нормально силосовать конечно мы не будем этого если вы взгляд ваш ковзнув поэтому по силоснику то силосник штука классная но когда у нас будет лужок как минимум большой вот этот вот смотрите да активно идет строительство село расширяется по-моему это какой-то магазинчик делает небольшой такой на выезде знаете такой магазинчик и кафе на выезде из села и на въезде так тут немножко замороченная система приема приема еды и да и вообще всего покупки продажи вот так как все в одном месте непонятно как она сейчас работает или нет вообще да и я думаю что еще и попробую заедет да так ладно разгрузиться здесь и все да это не есть хорошо что разгрузиться здесь так давайте посмотрим поближе зайдем возможно придется высыпать в кучу раз сара это не невысокий а прицепы высоченные и потом из этой кучи ковшом набирать и вот сюда вот высыпать вот видим да вот где-то здесь этот это место а почему не высыпает сложно сказать может из-за того что тут у нас слишком много этих триггеров тут и молоко в углу тут и покупка животных тут и высыпание тут но в любом случае давайте смотреть мы же не зря накосили две тонны давайте смотреть что какую бренку возьмем вот классическую хотелось бы вот давайте вот так и еще одну хочу и вот такой вот так привезли 400 взяли с нас коробки ходят и здесь вода насколько я понимаю да здесь же вода вода не это не корма ну да ну да вода и воду кстати тоже нужно будет они уже начали мычать воду тоже нужно будет сейчас заливать засыпать а тут не открывается открывается вполне вот но в любом случае мы сюда с вами не заедем откроем чтобы коровкам было как-то жарко чтобы они могли зайти зайти выйти а что-то жуют там да что-то по-моему солома да вот это что это за триггер давайте попробуем да тут ничего нет ображается ничего не показывается в общем был бы где-то поближе у нас вот этот силосник я бы ну в него бы например высыпал травы чтобы не сгружать и где-то сейчас грязь такой так хорошо так хорошо давайте разбежать все тут той травы и одно название так попробуем сейчас засыпать все и и так просто и Отлично. Вот так оно и предполагалось. Вот, ну реально, коровник-то частный, такой вот небольшой, видим. Высота это не то, что промышленные масштабы, где нужно приезжать прицепом, нужно его перекидывать, поднимать. И тут совершенно другие задачи, и соответственно низенькие. Экономия средств. Да что вы там мычите, я же уже привез вам травы. Что уже мычать-то? Так, зарплата вычлась с нашего кукурузного поля. Вот, ну еще тут чуть-чуть. Куром на смех. Так, ну что, хорошо. Теперь у нас следующая задача, это найти, где же вода. Вот, это может быть не такой простой задачей, как мы могли бы с вами подумать. Вот, сейчас попробуем сразу же съездить к тому озерцу, которое я видел. У лесопилки. Возможно, там есть где набрать. Бесплатно желательно. Вот, бесплатно, да и вода-то там теплая. Это не то, что там, знаете, артезианская скважина, холоднючая вода. Коровы пьют, могут заболеть. А так, теплая вода. Из водоема. Тем более, здесь местность такая относительно чистая, экологичная. Можем, мне кажется, что и из реки, и из озера давать воду. Вот, это если местные не будут против, скажут, да ты тут сейчас это. Трактором тут такие выбоины сделаешь, ты тут такую кашу намесишь. И вообще. Чуть-чуть-то есть, а толку с того. Нам нужно много. Нам нужна полная бочка. Неужели не набирается, нет? Нет? К сожалению, не набирается. О-о-о, пошло. Нужно было поглубже заехать. Вот, ну, значит, не все так плохо. Как могло бы быть. Знаем теперь, где воду брать. Абсолютно бесплатно. На шару. Вот, а мы будем компенсировать местным жителям то, что мы пользуемся общественным озерцом. Обычно же, да, ну, в общем-то правильно, да, но бесплатного же в жизни ничего не бывает совершенно. Соответственно, если я воду набрал отсюда, то, значит, как-то должен компенсировать это. И я думаю, что мы будем поставлять парное молоко в детский садик, который здесь где-то есть. Мне говорили. Вот, бидончик молока, я думаю, что с нас не будет вполне нормально. И местные довольны, и детишки довольны, и я тоже, что не нужно скважину бурить у себя на участке. Вот, а в деревнях люди вообще такие, знаете, такие за копейку могут и поскандалить. Один из последних примеров лес напротив домов в деревне. И в лесу там же самосевом там то липа там, то, знаете, то еще что-то там, то шелковица насеется, смородина там и так далее. И, в принципе, можно было бы сказать, лез-то через дорогу и относительно далеко от дворов. Можно было бы сказать, что это чужое, да? Ну, в общем, насеялось не твое же, ты же не сам сел. Приходи, выкапывай, и, собственно, как хочешь, нет. Тот, кто живет напротив того самосева, тот считает, что это его. То есть, вот оно само насеялось, и это его. Это потому, что пытались выкопать там липу, и был едва ли не скандал на даче, что вот в лесу, вы что тут делаете, у меня перед двором в лесу. Это едва ли не я липу сам сеял. Ну, в общем, такая вот ситуация, и нам нужно, если берем уже, значит, нужно компенсировать. Так, хорошо, вода есть. Еда есть, хоть какая-никакая, да? И две коровки у нас будут давать по чуть-чуть молочка. Мне там три литра на день, и все остальное будем в детский садик свозить. Так, ну, можно было бы это прицепить. Давайте посмотрим. Думаю, что нам нужно удобрить. Нам нужно известь сюда внести. Нам нужно спахать это все. Капец, сколько работ. Ни с того, ни с сего. Ну, давайте этот трактор уже тогда не будем трогать, да? Вот мы будем заниматься. Пускай стоит. А вот этим вот с Пашем поедем. Довольно производительный трактор. По-моему, и груз даже не нужно цеплять к нему. Готовимся уже теперь к серьезному своему первому урожаю. И сейчас решим, посмотрим конъюнктуру рынка, и решим, что именно мы хотим. Да, трактор, по-моему, даже не почувствовал. Чуть-чуть, чуть-чуть. Что подороже, то и будем сеять. Нет, все-таки перевешивает. Ну, груз у нас есть, по-моему, где-то. Что подороже, то есть, по-моему, где-то, по-моему, где-то, по-моему, где-то, по-моему. Так, спашем, потом удобрим, потом закинем туда извести. Посеем, еще раз удобрим. А, ладно, что, не цепляется, что ли? Как такое может быть? Как он может не цепляться? Ну, как-то может, да? Так, ладно, давайте. Может, с другой стороны заехать? В чем я сильно сомневаюсь. То есть, какой-то тот специфический нужен груз. Не стандартный. Это как квадратные какие-нибудь гвозди и круглые. Или, как помните, смотрели Аполлон-13. Фильтры. Трубки для фильтров. Круглые или квадратные. Разъемы. И все. И ты не можешь поменять из входного модуля, из пилотируемого модуля и самого этого корабля. Поменять ты не можешь, потому что они не входят. Ну, ладно. Тогда попробуем на том тракторе, который цепляет. Стандарты, короче говоря, это крутая вещь. Это как разъемы к мобильным телефонам. Может быть, вы уже подзабыли немножко, но лет пять назад была настоящая вакханалия с этими разъемами. У каждого свой тип зарядки. Широкая, узкая, круглая, квадратная. Если в семье там 3-4 телефона, то у каждого своя зарядка. Валяются они где попало. Пропадают. Ты начинаешь искать. Это был какой-то... Капец. Беспросветный. Потом как-то это все устаканили, как-то это уже стандартизировали, в конце концов. Нормально. Сейчас отобьем межу и сделаем, наверное, пару проездов по периметру, чтобы работник хотя бы этот прямоугольник мог нормально сделать. А квадрат, который слева, вернее треугольник слева, мы уже как-то сами с вами. Надеюсь, что сможем. Так. Так. Да. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Так, нет, нет, нет Тебе не здесь работать Тебе вот здесь вот работать Так, ну дуй давай Все, работа пошла Хорошо Я надеюсь где-то Часик я сюда не буду заглядывать Как минимум, пока все не обработается Мы будем заниматься другими делами Которых у нас накопилось много И, в общем, я думаю, может все-таки соломы купить Когда-то у нас солома еще появится Сено может быть, хотя бы тючок, да Вот у нас есть все для сена, все для соломы Коровам уже все задать, кроме силоса И пускай они уже сидят и радуются Наверное, так и сделаем, да? Но сделаем это в следующей части Я на этом буду с вами прощаться Спасибо всем, кто смотрел Не забывайте, ставьте лайки И будем обязательно продолжать Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok